Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Хнатенко, добрые ранницы. 13 человек вошли в склад Гомельской областной комиссии по выборам депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. У их лику представники прационных коллективов, громадских организаций и политических партий. Склад областной и округовых комиссий вызначали на суместном посаджении Президуума Гомельского областного совета депутатов и Аблвы Конкама. Усяго свое жадание стать членом областной комиссии выказали 18 человек. У вынику удельники посаджения затвердили 13 кандидатур. Это представники трех политических партий, коммунистичной партии Беларуси, либерально-демократичной партии и Республиканской партии працы и справедливости. Некольких громадских объединений и прационных коллективов, а так само самовылученцы. Частка членов комиссии уже мая в опыт работы на выборах. Для остатних селетняя кампания первая. Так само на суместном посаджении Президуума Совета депутатов и Аблвы Конкама обраны 221 члена круговых комиссий на 17 выборчих участках региона. Уже сегодня комиссии начинают працевать. Спочатку им треба будет брать старшинь и сформировать план будущей деятельности. Вошли самые достойные представители как общественных объединений, так и политических партий. Это достаточно широкий политический спектр. Плюс граждане проявили активность и собирали подпись поддержку своих кандидатур для включения в состав комиссии. Это самые лучшие люди, представители всех профессий и всех возрастов. Там есть молодые, есть опытные, пожилые люди. Я думаю, мы сформировали работоспособные составы комиссии. Нагадаем выборы депутаты у палаты представников национального схода Республики Беларусь отбудутся 11 вересня 2016 года. Далегаты 5-го усебелорусского народного схода вернулись из Минска. У коллективах и на прационных местах они обмерковывают земляками стратегию развития краины на ближайшие 5 годов. Белорусский металлургический завод на этом форуме представляли два делегаты. С Вячеславом Дьяченко, главным специалистом по сталеплавильной вытворчасти завода, сустрелись наши корреспонденты. Вячеслав Дьяченко на работе уже с 8 годин ранится. Правда, гэтый понеделок почался не так, як звычайно. Треба было обмерковать главные подеи опошнего тыдня, отказать на питании коллег, які накировали Вячеслава на национальный сход. Людей цикавило, як буде развиваться краина в ближайшие 5 годов, а разом зёй и родный завод. У нас очень много делается на заводе, чтобы нашу продукцию брали, и чтобы мы работали, не стояли. Вот посмотрите, сколько у нас новых цехов открывается постоянно. Так что мы довольны, что у нас всё хорошо. Одно з головных питань, что прогучало нас в ходе, – патрымка талиновитой молоди. Гэта особливо важна, коли хаворка иди про инновационные технологии. Зараз Белорусский металургический завод вытремливает жорсткую конкуренцию на международном рынке с боку китайских и японских предприемств. Как продукция была запотребована, как працевать не на склад, треба исти у ногу с часом и выкористовывать на вытворчасте самые сучасные подыходы. Не только у технологиях, но и у кирования вытворчими процессами. И тут треба иметь специалистов высокого узровня. Если человек грамотный, образованный, то у него всё получится. Главное саморазвиваться и стремиться к лучшему для себя. Каждый должен определиться, что он хочет, и к этому стремиться. Если желание есть, то всё получится. На заводе для молодёжи это всё есть. Сегодня БМЗ – это один из лидеров сирот металлургичных заводов на постсоветской просторы. По объёме товарной продукции, белорусский металлургичный, выходит улик пяти наибойнейших предприемств в республике, что год заводам инвестуется не меньше к 100 миллионов долларов США в техничное первоузброение, реконструкцию и новое обсталевание. Металлопродукция поставляется в большем 100 краин свету. В десятку наибойнейших импортеров – Россия, Египет и Германия. БМЗ в своём развитии и прошлую пятилетку закончила на высокой ноте. Мы имели возможность модернизировать стальопровольное производство, построить новый мелкосортный стан, который выпускает уже сегодня инновационную продукцию, которая востребована такими концернами, как BMW, Daimler, ведущими производителями автомобилестроения. Также эта продукция востребована в робототехнике и в сельском хозяйстве. Развитие инновационных технологий, поддержка талиноватой молодости и поляпшение якости жития людей – все эти вопросы были главной метой национального схода и нашли поддержку с боку делегатов. У этом на керунку и будет развиваться наша страна в ближайшие 5 годов. Яугин Пабалавец, Марина Северьянова, Игорь Марисченко, Телередо и компания «Гомель». Сегодня в Брагине пройдет четвертый региональный фестиваль у Крузи Сяброу для грамадян сталага взросту. Яго мета – передача духовной самобытной национальной спадчины молодому поколению. И это не одна мясцовая инициатива, якая реализуется в этом районе. Мясцовое насельничество открывает агросядибы и выросшивает экологично чистую городнину, которую реализует по всей Беларуси. Алексин Церов ознайомился с поспехами. Брагин Чан. Былый наставник и директор школы Алена Молочка, теперь фермер и керамик экологичного фонда. На земле и на процессе 2014-го в Брагинском районе заниматься городиной выгодно. Климатичные умовы тут такие, что первые урожаи можно забирать не один на два тыдня ранее, чем в инших регионах. В этом году фермерская господарка стала удельником проекта программы развития Организации Объединенных Наций «Якостная продукция» в приватных подборках Брагинского района. На выдоскованные сродки тут открыли Центр Сегас-Инноваций и провели шерах тренингов по органичному землеробству. Мы делаем ориентир на выращивание качественной продукции. То есть уходить от химизации, от всевозможных гербицидов, от протравливателей и так далее. То есть использовать элементы органического земледелия на выходе, чтобы была качественная продукция, чтобы ее можно было спокойно кушать. Сфера интересов жахаров Брагинщины достатково широкая. У рамках реализации приватных инициатив некто занимается живеологодовлей, некто выращивает малину, якая в экологическом плане одна из самых чистых культур. До речи, сегодня местовая продукция реализуется по всей Беларуси. Так само по всей краине сюда запрошаются и для отпочинку. Правда, для местовых жахаров это на керунок поколе односно новы. Агроседиба Вишенька открылась в мае этого года. Сегодня это, бодай, одинная девчая агроседиба в новоколе Брагина. Сельский куток для тех, кто жадает поджить на соправной природе. На думку владельника агроседибы, проживание повинно отповедать сельским особливостям. Тут створены достатково комфортные умовы, але это явно не трехзорковая гостиница. У речи каждый выбирает подчинок по своих интересах. До речи, первыми наведовальниками этой седибы ближе Хары Санкт-Петербурга, у Брагини, у Вогули, совсем не суперть выйти на рынки других стран. В связи с чем, сейчас начали совместный проект с Украины по выросшиванию малины с поставкой ее на рынки Евросоюза. Если пойдет нормальное производство этой ремонтной малины, то планируется поставить заморозку этой малины и может быть мини-переработку. То есть на джемы, на варенье, на компоты. А потом в будущем, если будет сертифицирована почва, саженцы и ягода, если она пройдет все стандарты европейские, то может быть с выходом на европейский рынок. Олег Синтеров, Евген Макейнка, телерадокомпания «Гомель», Брагинский район. На площади Перамоги отбылся урочистый выпуск офицеров военно-транспортного факультета Белорусского державного университета транспорта. У гэтым годзе свои дипломы отримали 19 молодых офицеров. Военно-транспортный факультет явился в 2003 году. Он сформировался на базе военной кафедры, которая существовала в ВНУ еще с середины минулого 100 года. Миновита она и заклала славные традиции на вучении военным и военно-специальным дисциплинам. Первый выпуск факультета отбылся у 2008 года. Всеолетний стал уже девятым по лику. Молодых людей с закончением ВНУ повиншовал начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Новиков. Все выпускники военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета будут направлены для прохождения службы транспортные войска. В первую очередь 30-ю красозаменную железнодорожную бригаду, 36-ю дорожно-мостовую бригаду и другие подразделения транспортных войск. Команду молодых специалистов так само выпустил Гомельский государственный медицинский университет. Причим для установок это стал юбилейный 25-й выпуск. Урачистое уручение диплома отбылось у Гомельским областным громадско-культурным центры. Документы об закончении ВНУ с рук ректора университета в этот день отримали 426 выпускников для учебного факультета и 68 замежных грамадян, которые научились на факультете ПАПА-дрыхтовцы кадров для замежных краин. Даречи, среди них – Сирия, Индия, Шри-Ланка, Нигерия, Пакистан, США и другие краины. Двое выпускников отримали дипломы за знакой. Кроме того, был урученый шерах гоноровых грамот за достигнение высоких показчиков в учебной и науковой доследшей деятельности, а так само за активный удел у спортивной, культурно-массовой и громадской деятельности. Хочется пожелать им врачебной удачи, чтобы были всегда пациенты, чтобы всегда выздоравливали, чтобы всегда говорили только слова благодарности, и чтобы они всегда вспоминали то учреждение, где они получили образование, где наши преподаватели отдали им все, чем владеют, все свои знания, и также переживают за них, как и родители. Супрацовники Белтелерадиокампании собралися на одном со своих самых масштабных корпоративных мероприемствах – традиционном фестивале «Па за эфиром». Он проходил у Смолявицком районе у этой выходные. Телеведущие, корреспонденты, радиодиджей, гукорежиссеры и другие супрацовники галонного медиахолдинга «Краины» демонстровали свое творчое и спортивное майстерство. Телерадиокампания «Хомель» так само приняла уделу гэтым веселым и активным мероприемстве. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Разбить лагерь, развести вогниша, приготовать ежу в походных умовах. Телиновитые, активные и креативные супрацовники Белтелерадиокампании демонструют свои таленты не только у Телли и Радоэфиры, але и позаим. Девятый год за пар на неколький день команды у всех структурных подразделений узбираются разом, как показать свои творчие и спортивные сдольности. А еще такая неформальная обстановка на улоне природы, дозволяя коллективам зуртоваться, обмерковать особные рабочие моменты и подтримать корпоративный дух. Вот такие праздники, они позволяют выехать и расслабиться. Кто как отдыхает, тот так и работает. У нас спортивный отдых, у нас соревновательный отдых, мы знакомимся с друг другом. Здесь рождается много проектов за костром, в палатках, когда профессионалы в течение года, просто не имеют возможности. Даже работая в одной компании, то редко видится, потому что на разных этажах и так далее. Здесь есть возможность сверить просто часы, посмотреть и поддержать друг друга морально. Перед выходом на сцену опошли репетиции творчих номеров у своих лагерах. И вот команды демонстрируют майстерство уже членам журы и усім присутным. Для ГЭТА организаторы пропонували два творчие конкурсы – визитку и домашнее задание. Тонкие жарты, смелые костюмы, танцы и песни не кожный мог бы познать у этих артистах людей, которые створяют серьезные аналитичные программы, кируют отделами и знают, что дня с новинами. Могилёв про дачи вещает, а Брест пропонять и простить. Гомель про моду снимает, а Весенске прикольно жить. Снега-снега! Весенске прикольно жить. Усягона фестиваль проехали семь команд по одной от кожной в области и две от Минска. Журы оценивало не только их творчие сдольности, а и оформление лагеров. При этом уличивалась оригинальная мастерская оборона, арт-пляцовок и умение команды створать смачные кулинарные шедевры. Насыщенные и конкурентные отрималась и так само спортивная программа. Волейбольные с поборницей, например, по накале эмоций не соступали профессийным. И группы-потримки могли сопростоять самым вядомым фан-клубом. Дорогие лучшими в волейболе стали именно вито-супрацовники телерадоакомпании «Гомель». Аматорам спорту пропоновали еще оригинальную стафету с забиванием цвяков и переодолением широкорозных и инших пирожкот. А так само у першыню был проведен силовый конкурс на командное кидание бирвяня. По выниках усех конкурсов были вызначены команды-перамужцы. Телерадоакомпания «Гомель» все лето, на жаль, не трапила у тройку лидеров. Криху не дотягнувши, мы опынулись на гоноровой четвертой преступции. На третью изнялась команда с Могилева. Другими стали супрацовники с Бреста. Перамужцем признана команда культ публичности телерадоакомпании «Витебск». Впечатление, однозначно радость. Мы действительно к этому шли несколько лет, мы очень готовились. И все как один, все очень волновались, все переживали. И действительно, есть ребята, от которых мы не ожидали. Что касается и творческих номеров, кто-то раскрылся очень сильно. И что касается каких-то спортивных состязаний. Галлоны, медаяхолдинг краины, я шерст заказал. Ягу работники, что дня продуктивно працуют у эфиры, однак не меньше отказны и займальна робеде в это что год и позаим. Вероника Врашилина, Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, телерадоакомпания «Гомель» со Смолявицкого района Минской в области. Выглядели информационный выпуск телерадоакомпании «Гомель». У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова